Сегодня в программе. И снова бунт, что заставило жителей Нижегородской области выйти на улицы и громить магазины. Роковой кандидат, снова рвущийся в мэра музыкант, дал концерт в полицейском участке. Это не переход, а шоу какое-то. Сибирские гаишники прививают водителям любовь к пешеходам. Пугачев, Бирюлева, Арзамас. Новое обострение межнациональных отношений теперь в Нижегородской области. В ночь с 6 на 7 декабря в Арзамасе Нижегородской области на двоих местных парней у кафе «Очак» напали мигранты с заточками и битами. Поступало сообщение о том, что на улице 50 лет в Коксен происходит драга. На место происшествия срочно выехала следственная оперативная группа и группа немедленного реагирования. Значит, по месту мы обнаружили только двух потерпевших, а участников иных событий, связанных с этим происшествием, к сожалению, обнаружено не было. Одного из пострадавших, Игоря Карпова, медикам удалось спасти. А вот рана Александра Слакаева оказалась несовместима с жизнью. Ножом ему перебили артерию. Молодого мужчину даже не успели довезти до больницы. Сюда битый, видать, вот здесь расчеченный нос, из нос крови. Ну и, видать, лежал еще сюда, в аурту попали. В субботу местные жители собрали митинг. Требовали у полиции незамедлительно разобраться в деле. По официальным данным, требовать справедливости вышло 50 человек. Однако митингующие утверждают, на Соборной площади были все 300. Сейчас найдется у них один там главарь из этих там пяти человек, возьмет все на себя, остальных выпустят, они будут дальше резать. Вечером 9 декабря арзамассы прибыли на очередной сход. Начальник местного отдела МВД обещал им рассказать о ходе следствия. По словам очевидцев, на площади собралось около 600 человек. Однако на требовании жителей показать видеозапись преступления силовики ответили отказом. И это стало поводом для новой волны возмущения. Арзамассцы разбили стекла в лавочке, принадлежащие выходцам из Армении. В город прибыли полицейские из областного центра для наведения порядка. На следующий день во вторник в Арзамассе было спокойно. О том, что здесь происходило буквально накануне, напоминали только полицейские патрули на каждом углу. Да разбитые стекла в кафе быстрого питания. Братья Симонян живут в Арзамассе уже почти 40 лет, но ни разу не сталкивались с чем-либо подобным. Зашел домой, машину оставил, толпы, смотрю, толпа напала. Человек в стол. Камень на руках, у кого бутылка, у кого палка. Такого и быть не может. Никаких происстояний не было. Зачем это? Веками жили дружно. Во вторник стало известно, что трое подозреваемых в убийстве Александра Слакаева задержаны. Фото четвертого подозреваемого передал в прессу следственный комитет. Но его фамилии, как имена и других обвиняемых в убийстве, пока не разглашаются. Вечером того же дня инициативные жители встретились с мэром города, Михаилом Бузиным. Они решили создать общественный совет города, куда можно будет пожаловаться на хамство и на нарушение закона мигрантами. Руководители диаспоры будут в этом совете в 100%. Пусть они слышат и доводят до своих людей то, к чему они должны быть готовы. Все претензии передадут председателям национальной общины. А он должен будет провести воспитательную беседу. Если же жалоб будет больше трех, то нарушителя обяжут покинуть город. Пока в Арзамасе спокойно, но в социальных сетях уже призывают приходить на новый народный исход, который состоится 14 декабря. Комсомолка будет следить за развитием событий. Михаил Гущин, Екатерина Бормотова, КП Нижний Новгород. Шокирующая история с Дальнего Востока. Что заставило женщину так поступать с собственными детьми? Во Владивостоке к 14 годам тюрьмы приговорили 26-летнюю Олесью Зыкину. Женщину обвиняют в убийстве двоих детей. В январе прошлого года она отправилась к сожителю. Двух маленьких дочек к трех и четырех лет оставила в ветхом доме без воды отопление. Олеся вернулась только в следующем месяце. К тому времени дети уже погибли от холода и голода. Женщина замотала тела дочерей в первые попавшиеся тряпки и закопала под крыльцом. На следственном эксперименте Олеся не хотела заходить в дом, из которого сама же вынесла тела мертвых дочерей. У горе-мамаши остался еще один годовалый ребенок. Его судьбу в ближайшее время решат органы опеки. А в Африке в таком возрасте уже замуж можно. Но в Питере шаловливый дворник попался на совращении малолетних. Чернокожего водопроводчика из Питера подозревают в разращении двух девочек 10 и 13 лет. Но за решетку отправлять его не торопятся. Во дворе, где он работал, уверены, их любимчика, шоколадного зайца, подставили. Хамида я знаю достаточно давно. Он работает у нас с сантехником много лет. Он помогал всем нашим соседям, в том числе и у нас. Я совершенно не верю в то, о чем говорят сотрудники полиции. Хамиду Байгаойко в Петербурге личность известная. Будучи сыном министра МВД Мали, он приехал покорять город Ленина в 1982 году. Сначала учился, потом трудился. 10 лет назад устроился работать сантехником. Там ему и выдали подвал под мастерскую, в которой он, по версии следствия, вступил в интимные отношения с двумя соседскими девочками. Никакого насилия, только бизнес. Оральный секс в обмен на деньги. Сложно представить, я сам с ним очень хороших всегда был отношениях. И последний, на кого я подумал, человек говорит на трех языках, свободный, неглупый. Я понимаю, что к нему хорошо. Я тоже к нему хорошо относился. Темнокожего сантехника оперативники задержали, не церемонясь. Завели уголовное дело. Собирались оставить его за решеткой до суда. Но не вышло. Судья дал домашний арест. Что касается пострадавших девочек, то они ходят в школу. Наблюдаются у психолога. Ту летнюю историю с интимным заработком почти забыли. Анатолий Занчковский, Алексей Мавлиев, Илья Смирнов, Комсомольская правда, Санкт-Петербург. Хотел в мэры, а чуть не угодил на нары. Что привело в полицейский участок знаменитого политика от РОКа. Мы приехали в милицию. В милицию приехали. В полицию. В полицию. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, а для фанатов «Просто паук» оказался в полицейском участке Новосибирска сразу после концерта. Рокеры задержали за несанкционированный митинг и слишком шумную предвыборную кампанию возле клуба, где он выступал. Эпатажный музыкант, не ставший в свое время мэром Москвы, снова решил окунуться в политику. Поэтому я сегодня принял решение баллотироваться в мэра Новосибирска. Своим избирателям «Паук» уже пообещал снести новый мост, а вместо него построить множество канатных дорог. Гаишников заменить роботами и дирижаблями, а в чиновники назначить звезды. Гребенщиков и так-так будет, но на полсадки министром культуры работает. Нам нужен инвестор. Где Вера Брежнева, там инвестор. В полицейский участок, куда пригласили «Паука», пришли и его фанаты, вернее избиратели. Даже там они умудрились развернуть плакаты в поддержку потенциального мэра. Правда, электорат попросили успокоиться и покинуть помещение. За несанкционированный митинг «Пауку» грозит штраф или даже обязательные работы до 50 часов. Впрочем, сам музыкант относится к такой угрозе несерьезно, демонстрируя отличный настрой на будущее. Все эти зрители «Комсаловской правды» поздравляют гига с Новым годом, например. И в 2014 году голосуйте за национализм, голосуйте за радостную жизнь, голосуйте за новостей. Химию учили, да правоведение пропустили. Гореученые попались на кустарном производстве наркоты. Во Владивостоке ликвидировали крупную нарколабораторию. Она располагалась в гаражном боксе, замаскированном под автосервис. Стражи порядка нагрянули прямо в разгар производственного процесса. В ходе осмотра места преступления изъято более 2,5 килограмм мифедрона, а это почти 15 тысяч разовых доз. Его отличает способность вызвать зависимость практически после первого круга. Для того, чтобы запутать полицейских, преступники придумали хитрый ход. Выпускали порошок в типографской упаковке с иероглифами. У наркополицейских складывалось впечатление, что наркотики прибывают к нам из юго-восточных стран. Пока искали наркодельцов у восточной внешности, наркотики синтезировали молодые русские парни и поставляли в клубы. Ими оказались трое мужчин в возрасте до 25 лет, не имеющие специального химического образования. При этом двое из них имеют выше по специальности менеджер и программист. Третий – незаконченное выше. Наркополицейские выясняют, откуда дельцы взяли оборудование для производства и кто мог научить их синтезировать наркотики. То, что вы смешиваете? То, что у них было в воде. Алексей Питков, Кристина Олейник, Игорь Новиков. Комсомольская правда. Владивосток. За что боролся, на то и напоролся. Во Владимире на взятки попался главный борец с коррупцией. Главного борца с коррупцией во Владимирской области, начальника соответствующего отдела УВД подполковника Илью Вязина, подозревает получение взятки в 10 миллионов рублей. Весной этого года крупный владимирский бизнесмен был задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, за взятку в 10 миллионов рублей Вязин пообещал подозреваемому снять арест с имущества, переквалифицировать преступление и, по сути, отпустить преступника за границу. Самое интересное, что взяточника из самого полицейского не получилось, только мошенник. Арестованный Илья Вязин, он является сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело, по которому Вязин и Чижов обещали предпринимателю свое содействие, находится в производстве следственного управления регионального. И Вязин, и его посредник, бывший сотрудник органов, сейчас за решеткой и отказываются давать показания. Узнав о случившемся, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД Владимирской области Сергей Пиндык, шеф Вязина, написал рапорт об отставке. Герои недели. Иркутские парни, увидев пламя, вытащили не мобильники, а женщину из огня. Вынесли на руках из горящего дома. Двое парней спасли на пожаре пожилую женщину. Трагедия разыгралась 9 ноября около 11 часов вечера в поселке Мегет. Вспыхнул, как спичка, двухквартирный деревянный дом. Алексей Романенко живет напротив. Из окна он увидел пламя. Недолго думая, парень побежал на помощь. В тот момент на улицу уже выбежал и его сосед Максим. Парни спешили, ведь в одной из квартир живет женщина, которая не ходит. Когда приехали пожарные, кровля дома и веранда были полностью охвачены огнем. Могло загореться и рядом стоящее строение. За 10 минут спасателям удалось справиться с огнем. Крыша и веранда к тому времени были полностью уничтожены. По предварительной причине всему виной стало короткое замыкание электропроводки. Сейчас эксперты подсчитывают ущерб. А самих героев, спасших пожилую женщину, сотрудники МЧС решили наградить. Екатерина Галеева, Дарья Хичигина, Евгений Гудков. Комсомольская правда. Иркутск. Взяли на работу даму Робокопа. О пополнении в рядах сочинской полиции в нашем следующем сюжете. Здравия желаю. Вас приветствует управление внутренних дел по городу Сочи. Сюжет футуристических фильмов о кибердевушках начинает воплощаться в Сочи. Первый в стране Робокоп в юбке вот уже несколько дней приветствует всех входящих в здание сочинской полиции. Правда, это не железная леди, а лишь проекция на пластиковый каркас. Виртуальная девушка ведет себя как настоящая. Улыбается, подмигивает и терпеливо ждет, пока посетитель выберет, какую информацию хочет получить. А после еще и болтает на двух языках. Наше производство российское, не зарубежное. Поэтому, получив информацию, можно о деятельности отделов полиции, о руководстве УВД, о действиях гражданина, когда он обнаружит подозрительные предметы. Виртуального консультанта трудоустроили именно в сочинской полиции не случайно. Во время Олимпиады сюда приедет много людей. И, вероятно, некоторые из них захотят посетить родной дом городских правоохранительных структур. Вот тут-то реальным коллегам очень облегчит работу миловидный Робокоп. Да и сами горожане уже сейчас, если еще не влюблены, то, по крайней мере, одобрительно поглядывают на пригожего виртуального консультанта. Цивилизация не стоит на месте, она развивается. Поэтому все, что современное, все должно внедряться, тем более в структурах МВД. Но девушка понравилась? Собирательный образ, он замечательный. Проект «Фишка россиян» до такого в мире еще не додумались. Ближайший сосед и новатор Китай завел киберполицейских на сайте. Но придавать им реальную форму не стал. В сочинской полиции же говорят о будущем так, будто это уже стало реальностью. Скоро милый Робокоп будет принимать заявления от горожан. А еще лет через 20, быть может, еще и начнет бегать за преступниками и задерживать рецидивистов. Полина Сердобольская, Сергей Околов, Комсомольская правда, Краснодар. Внимание, розыск! Помогите следствию, и вы имеете шанс получить крупное денежное вознаграждение. Разыскивается Кнутов Владимир Анатольевич, 32 года. Уроженец города Москва. Обвиняется в умышленном убийстве. Любую информацию, которая может способствовать розыску преступника, просьба сообщать по телефонам, указанным на экране. Разыскивается Барамбаева Динара Женышбековна, 28 лет. Уроженка республики Киргизия. Обвиняется в незаконном хранении и распространении наркотиков. Если вы обладаете информацией о местонахождении преступницы, звоните по телефонам, указанным на экране. Разыскивается Бабанов Сергей Иванович, 59 лет. Уроженец города Москва. Обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. За информацию, которая может способствовать розыску преступника, объявлено вознаграждение. Звоните по телефонам, указанным на экране. Агитировать так с огоньком. Сибирские гаишники решили привлечь внимание водителей к пешеходам необычным способом. Через дорогу с огоньком, вернее с большими горящими факелами. В Красноярске инспекторы ГИБДД организовали необычную акцию. Внимание водителей привлекали с помощью фаер-шоу. Водители при разборе дорожных происшествий, зачастую с тяжелыми последствиями, заявляют о том, что они не видели пешеходного перехода, потому что пешеход был в темной одежде, ни улица не освещена и тому подобное. Конечно, такого шоу красноярским водителям было сложно не заметить. Исполнители фаер-шоу признаются, они готовы выходить на улицу хоть каждый день. Главное, чтобы на дорогах был порядок, не было пробок, не обалю. Все хорошее, чтобы не взбивать и что-то. Кстати, Красноярская ГИБДД не в первый раз проводит подобные акции. До этого дорогу переходили двухметровые акробаты на ходулях. Водители удивляются таким экспериментам, и все же они откладываются в памяти. Многие после увиденного стараются ездить аккуратнее. Анжела Ивойлова, Мария Ананова, Комсомольская правда, Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин